Говорили о дне славянской письменности и в студии программы «Город действующие лица». В гости к Алексею Шулепову пришел заместитель по молодежи руководителя Союза славян-кубани Сергей Дейко. Беседу смотрите в 19.30 сразу после выпуска новостей. Автолюбители со стажем будут платить за полисы автогражданки меньше, чем те, кто сел за руль впервые. Такие изменения в расчеты полиса ОСАГО предлагает ввести Центробанк России. Какие еще изменения предлагает ввести мегарегулятор, узнаем у ведущего рубрики «Город финансы» Алексея Коваленко. Здравствуй, Алексей. Здравствуй, Анастасия. Центробанк предложил рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с учетом возраста и опыта водителей. Также меняется расчет коэффициента мультидрайв и коэффициента бонус-малус. Впрочем, более подробно об этом и не только расскажу через несколько секунд. Спонсор рубрики – финансовая группа «Сберегательный союз». Сбережения до 17,5% годовых. ЦБ предлагает поощрять опытных водителей скидкой на ОСАГО. Согласно проекту документа, до 34% может снизиться стоимость автогражданки для водителей старше 49 лет и со стажем вождения более 14 лет. На скидку в 24% могут рассчитывать водители старше 40, а 35-летние – на 12% скидку. А вот 25-летним со стажем 3-4 года коэффициент, наоборот, повысят практически в два раза, пишут ведомости. ЦБ также предлагает повысить коэффициент мультидрайв. Полисы без ограничений могут подорожать в полтора раза. В Российском Союзе автостраховщиков поддерживает ЦБ, рассчитывая, что новшества сделают расчет ОСАГО более справедливым без повышения тарифа. На Кубани молодежи предлагают попробовать себя в предпринимательской деятельности. Для этого им помогут льготными кредитами. Первыми получателями займов могут стать участники школы молодого предпринимателя, прошедшие полный курс обучения и подготовившие собственные бизнес-проекты. Начинающие бизнесмены могут рассчитывать от 100 до 700 тысяч рублей на открытие своего дела. В этом им поможет региональный фонд микрофинансирования. Займ выдается на срок от трех месяцев до года. При этом возможно установление льготного периода погашения основного долга до шести месяцев. Процентная ставка по микрозайму составит 7% годовых, а для студентов 3,5% в льготный и 6% в последующий период. Рубль вновь дорожает к основным валютам на фоне роста нефтяных цен. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 25 мая, составляет 56 рублей 27 копеек. По сравнению с предыдущим значением, курс снизился на 28 копеек. Стоимость европейской валюты также снизилась на 70 копеек, по сравнению с предыдущим значением. И официальный курс евро, установленный Центробанком на завтра, составляет 62 рубля 92 копейки. Это наш будущий новый дом. Финансовая группа «Сберегательный союз». Сбережения до 17,5% годовых. 8 800 5 977. Это все на сегодня, Анастасия. Будем ждать введения новых правил ОСАГО. Лично мне скидка в 25% не помешает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова